МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас постоянно прибывают новые регионы. Вы видите количество черных поясов. Это все потенциальные преподаватели, потенциальные инструктора. Они видят и ориентируются, и берут пример своих учителей. Многие хотят идти по пути преподавателя, тоже нести свои знания, делиться. Это такая добрая, благородная профессия, востребованная профессия. И эти люди, они разъезжаются по всем уголкам нашей страны. И, безусловно, география расширяется и качество, и количество. Здоровья, успехов, ярких выступлений и ошеломительных побед. В этот день спортсменам также пожелали министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц, директор департамента спорта Владимир Некрасов, президент Федерации Тэквондо МФТ Омской области Вячеслав Неделько. Наконец-то мы возвращаемся в тот формат, который у нас был до пандемии. Я всегда рад, что приезжает очень огромное количество гостей, всегда с нами президент Федерации. Это говорит о том, что, наверное, омская Тэквондо, МФТ-версия, у нас наиболее гармонично и правильно развивается. В рамках турнира спортсмены состязались в силе удара, демонстрируя свои способности при помощи специального электронного устройства. На Даянге стремились передать спортивную философию техники ведения боя, соревнуясь в базовой дисциплине туль, принимали участие спортсмены и в поединках. Соревнования у нас проходят два дня. К нам приехали регионы. Вчера выступали взрослые. Это 14-17 лет, 18 лет и старше. Черные, ПСА, также команды вборных выступили в целом достойно. И команды, и спортсмены. Сегодня у нас младший день. Спортсмены соревнуются как начинающие от белого пояса, так же продолжающие до зеленого пояса, до синекрасного, ну, младшего возраста. Тоже в целом показывают неплохие результаты. Умскую область на соревнованиях представляла команда из 1230 спортсменов. Все они без исключения продемонстрировали замечательную подготовку. По итогам Кубка Сибири копилки наших тэквондистов значительно пополнились медалями различного достоинства. А еще благодаря турниру некоторые участники выполнили нормативы кандидатов мастера спорта и мастеров спорта. Я получила за туль, потому что первый раз я победила, и второй раз, ну, у меня не получилось победить. Ну, мне серебряную дали медаль. Ну, ты как, довольна? Да. После сегодняшних соревнований над чем будешь работать? Может, уже тренер что-то сказал? Я буду работать над тем, что я буду сильнее, и я буду учить все хорошо. Медали могут быть любыми, самое главное – участие. Тэквондо меня привлекает всем, то, что можно в будущем, оно мне поможет в защите от себя, в защите других людей, чтобы защищать других людей, не стоять же в стороне. И в итоге тэквондо мне еще нравятся, есть всякие лагеря, соревнования, тут можно получить медали и много всего интересного. Друзей завести. Я уже много друзей завел с тэквондо. 480 золотых медалей и 5 кубков абсолютных чемпионов завоевали наши спортсмены. Уже в эти выходные, 9-10 апреля, тэквондисты из Омской области выступят на всероссийских соревнованиях Кубок Петра, а с 20 по 22 апреля в Туле на Кубке России.